В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Встречаем наших героев. Пловцы сборной России вернулись домой из Олимпийского Токио. Вернусь с тренировком уже совсем скоро. Скоро будет проходить старт АСЛ, Международная Лига. Изменения в бюджете Ленинского округа и льготы для проезда в транспорте. Основные вопросы внеочередного заседания Совета депутатов муниципалитета. Были выделены средства на проектирование детского сада в Развилке, в Лопатино. Лекарства почти от всех болезней. Занятие по ипотерапии проводится в одном из конных клубов округа. Через полгода после занятия по терапии ребенок самостоятельно ходил, обнимал лошадку. Евгений Рылов в очередной раз повторил свой триумф в плавании на дистанции 200 метров на спине. Именно в этой дисциплине он трижды побеждал на чемпионатах мира. И вот теперь еще одно олимпийское золото привезет наш земляк из Токио. Рано утром чаты жителей Ленинского округа облетела радостная весть. Евгений Рылов завоевал очередную олимпийскую медаль. Напомним, до этого он стал лучшим на дистанции 100 метров на спине и получил серебро в составе российской команды в эстафете 4 по 200 метров. Американец Райан Мерфи, который на прошлой олимпиаде в Рио-де-Жанейро был фаворитом в заплывах на 100 и 200 метров на спине, в этот раз довольствовался только вторыми ролями. Поздравляем Евгения с этими прекрасными результатами. Планируется, что на родину спортсмен вернется 2 августа. За успехом Евгения Рылова уже из дома следил его коллега Иван Гирев. Накануне он вместе с Мартином Малютиным и Михаилом Довгалюком вернулся в Москву из Олимпийского Токио. Это было красиво! Мы вам скажем! Команде Сила! Знаем наши! В аэропорту Шереметьево рейсы с Владивостока ждали с нетерпением. На борту самолета находились члены мужской и женской сборной по баскетболу 3х3 и серебряные призеры Олимпийских игр в плавании, среди которых ведновчанин Иван Гирев. Он поспешил поделиться впечатлениями от первой в своей карьере поездки на Олимпийские игры и, конечно, о завоеванной в эстафете серебряной медали. Напряжение, да, ощущалось, что очень плотно шли всю эстафету. Золото было понятно, что, скорее всего, от нас уплывает, и мы держались за серебро. В Токио ребята выступали без болельщиков на трибунах. Вернувшись на родину, наши пловцы смогли ощутить всю народную любовь и поддержку. В аэропорту Ивана Гирева ждала большая делегация. Молодежь, активисты, члены спортивных организаций Ленинского округа. Эмоции вообще переплескались. Это была гордость за наших ребят, прежде всего, за Центр Дельфин и за всю сборную России. Это было, конечно, что-то нечто. Среди? Да, конечно, мы даже ночами не спали. Как только нам об этом сообщили, мы сразу сорвались и сразу же поехали в Шереметьево встречать наших ребят, наших чемпионов. Наши ребята – это, в общем-то, герои, которые у нас, можно сказать, сейчас расслабляют наш округ, нашу Московскую область, Ленинский городской округ, на всем, на весь мир. Но больше всех своего победителя ждала Евгения, девушка видновского спортсмена. И теплая встреча состоялась. Сейчас у Ивана есть немного времени на отдых, который он планирует провести со своими родными. Вернусь к тренировкам уже совсем скоро. Скоро будет проходить старт АСЛ, международная лига, в конце августа. И нужно к ней все-таки подходить подготовленным. Поэтому, ну, недельки-две у меня есть на свободный полет отдохну. Наверное, домой поеду. Вот так. Последний раз российские пловцы брали медаль в эстафете на играх в Пекине в 2008 году. Спустя 13 лет команда вновь вошла в призы. И несомненная заслуга в этом и наших видновских спортсменов. Александра Столярова, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В здании администрации прошло 33-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня семь вопросов, среди которых изменения бюджета муниципалитета на ближайшие два года и льготы отдельным категориям граждан на маршрутах с нерегулируемым тарифом. Внеочередное 33-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа началось с обсуждения поправок в бюджет муниципалитета на ближайшие два года, который был принят еще в декабре 2020-го. Для финансового обеспечения приоритетных задач инициаторы предложили народным избранникам проголосовать за увеличение бюджета на 320 с лишним миллионов рублей. После обсуждения поправки большинством голосов были приняты. Выделили средства на покупку нежилых помещений для обустройства детских садов мини-формата. Большая сумма. Также один из таких острых вопросов для наших сотрудников Дорсервис. Я имею ввиду именно младший персонал, который работает на улице. Немножко выделили средства на увеличение фонда оплаты труда. Были выделены средства на проектирование детского сада в Развилке, в Лопатина. Сегодня также мы рассмотрели поправки и утвердили на ремонт дорожного покрытия, благоустройство, освещение в Купеленке. Вместе с тем также у нас запланированы меры поддержки финансовой для заслуженных работников культуры. Народные избранники единогласно проголосовали за передачу «Безвозмездное пользование ОМВД России по Ленинскому городскому округу» помещение в микрорайоне «Зеленые аллеи». Здесь появится долгожданный участковый пункт полиции, который жители давно ждали. Также депутаты поддержали инициативу по предоставлению льгот на проезд отдельным категориям граждан в общественном транспорте с нерегулируемым тарифом. Это держателем социальных карт жителей Московской области в размере 100%, держателем единых транспортных карт учащихся и учащихся сельской местности Московской области. В размере 50% с первой по 35 поездку и 99% начиная с 36 поездки. Система скидок также будет действовать при оплате проезда транспортной картой «Стрелка». Нововведение коснется шести коммерческих маршрутов. Новыми условиями проезда смогут воспользоваться полторы тысячи школьников и 11 тысяч льготников. Из микрорайонов «Восточная Бутова», «Бутово парк», «Государев дом», «Южная долина», «Пригород лесное» и населенных пунктов «Развилка и беседы». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ДВИДНЭТРА. Общение с лошадью исцеляет. Данный факт доказан не только на практике, но и научно. Наш корреспондент побывал в одном из конных клубов муниципалитета и выяснил, что же такое ипотерапия. Лошади были спутником человека с давних времен. Они, как настоящий преданный друг, не торопят в принятии решений и помогают обрести новые силы. Благодаря такому союзу и появилась ипотерапия – уникальная методика реабилитации с помощью верховой езды. Это Кася, и она настоящий врач. Сегодня она проведет занятия по ипотерапии. Несмотря на отсутствие медицинского диплома, она настоящий профессионал в своем деле. А эффективность занятий с ней заметна уже после двух первых. Кассандра – башкирка рыжей масти. Благодаря небольшому росту она идеальный партнер для детей. В день Кася может провести до четырех занятий по ипотерапии. По породе очень хорошо подходят вятки и башкиры. Но только башкиры – они упрямые. То есть башкиры не все подходят. Вот Кассандра как раз-таки она башкирка. И она очень хорошо чувствует детей. Она с детьми прекрасно работает. То есть если коня, скажем так, правильно воспитывать, то они подходят идеально. Они невысокие, у них потрясающая энергетика, они сильные достаточно. Частая ипотерапия становится одним из методов реабилитации для людей с ограниченными возможностями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако такие занятия с лошадью помогают и здоровым ребятам. Улучшают координацию движений, развивают внимательность и расслабляют. У нас был ребенок, который, когда пришел к нам, он не умел разговаривать, он не умел держаться, двигаться. То есть через полгода после занятия ипотерапией ребенок самостоятельно ходил, обнимал лошадку и общался, разговаривал. То есть настолько ипотерапия благоприятно действует на детей. Первая задача тренера – помочь ребенку познакомиться с лошадью. Эти животные очень чуткие, поэтому могут перенять настроение наездника. На первых занятиях дети учатся понимать лошадь и общаться с ней. Далее начинаются упражнения. Юной наезднице Яне предстояло на ходу поймать игрушку, пройти вперед с закрытыми глазами и даже перенести ноги через шею или круг лошади. Давай. Перекидывай ножку. Перекидывай. Вот. И на ту сторону. Давай, давай, давай. Перекидывай. Хорошо. Все это происходит под чутким руководством тренера Ирины. Девушка – дипломированный специалист по психологии и работе с лошадьми. За 40 минут апотерапии мы увидели, как изменилось настроение Яны. Если в начале занятия девочка была серьезной и сосредоточенной, то к его окончанию заливалась смехом. Юная наездница приходит сюда уже четвертый месяц. Результаты ее работы с Кассандрой налицо. Изменилось на самом деле. Даже со стороны смотришь, как она сидит на лошадке, осанка прям видно. Держит. Вот с нами занимается тренер Ирина. И стала как координация получше. Поэтому классно. Всего в конном клубе в занятиях по ипотерапии задействовано три лошади. Кассандра, Честер и Бархат. Все они специально обучены, спокойны и доброжелательны. В общем, готовы открыть гостю клуба неизведанный мир, единство с природой. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 7 августа команда КВН «Сборная города Видное» выступит на Кубке губернатора Рязанской области. Эта игра будет проходить в рамках подготовки четвертьфинала телевизионной лиги. Об участников местного клуба веселых и находчивых и о том, как проходит подготовка к выступлениям, расскажем в нашем сюжете. У «Видное» город всегда в тренде. Митинги проводим. У нас, правда, для них специальное место есть. Москва. Чаще всего карьера КВНщиков начинается в университетах. Так получилось и у Ильи Синчурова. После окончания вуза он решил организовать собственный коллектив. Мы собрали команду. Она просуществовала три года. Мы стали чемпионом официальной лиги. И после всем известной пандемии команду пришлось закрыть. И мы просто создали ее новую с новым именем, с новым названием. То есть команде в этом году исполнится четыре года, первого октября. Прежнее название «Маме понравится» сменили на сборное города «Видное». В данный момент команда играет в международной телевизионной лиге КВН. Коллектив состоит из десяти человек, но на сцене выступают только трое. Друзья, давайте знакомиться. Это Катя и Никита. Кстати, они брат и сестра. Я брат. Екатерина Кондратьева сначала тоже играла в КВН в своем институте. Принимала участие во многих подмосковных фестивалях. Там и познакомилась с Ильей. Через год он мне написал в социальной сети ВКонтакте. Катя, не хочешь ли там в команду, потому что у них там менялся актерский состав. И вообще, в принципе, вся концепция команды, вплоть до названия. И я как-то такая думаю, ну можно попробовать. И попробовала так, что втянулась. И мне до сих пор очень нравится. И тот уровень, который сейчас мы достигли все вместе. 7 августа видновская команда продемонстрирует свой юмористический талант на Кубке губернатора Рязанской области. Эта игра будет проходить в рамках подготовки к четвертьфиналу телевизионной лиги. КВНщики признаются, что шутки рождаются тяжело. И никогда не знаешь, какая придется по душе зрителю. У нас команда делится, скажем так, на несколько групп. Есть группа авторов, которые занимаются именно придумыванием шуток. Есть группа актеров, которые именно эти шутки воспроизводят на сцене. Кто-то совмещает авторство и актерство. Есть администратор, есть реквизитор, есть звукорежиссер. Каждый занимается своим делом. Шутки, естественно, они написаны заранее. Мы выдаем уже готовый материал, который мы репетируем где-то сутки, наверное. Потому что нужно репетировать подачу грамотную, куда-то там шаг влево, шаг вправо вступить правильно, чтобы зритель понял шутку, чтобы он понял, что это сама шутка. Ну и, естественно, чтобы была задорная, смешная подача. Такой вот вопрос уже на вакцинации. Если ты график в какой-то смысле сходить на вакцинацию, то все нормально. На счету видновской команды уже несколько побед на различных фестивалях. Надеемся, что из очередного кубка привезут заслуженные награды. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 30 июля во всем мире отмечается Международный день дружбы. Сегодня в этом пятничном выпуске новостей мы расскажем вам о дружном коллективе нашего телеканала. Смотрим репортаж Юлии Пагасьян. Телевидение – сложный механизм, в котором каждый сотрудник играет важную роль. Работа хоть и творческая, но непростая. Требуется средоточенности, внимательности. Поэтому в нашей деятельности невозможно без юмора. Может, от этого коллектив телеканала такой дружный. Дружба всегда на Видное ТВ стояла на первом месте. Даже когда бывают какие-то маленькие такие неурядицы, но я считаю, что это рабочие моменты. А в основном мы все дружим, мы вместе собираемся. Мы знаем, кто чем живет, у кого какая семья. И в нашем коллективе на основе дружбы потом рождаются даже семьи. В прошлом году Видное ТВ отметила 25-летие. Конечно, за это время сменилось немало сотрудников, но коллектив нельзя назвать новичками в профессии. Видное ТВ славится традициями, которые сохраняют те, кто трудится здесь многие годы. Некоторые почти с основания, а те, кто покинул телеканал, остаются нашими добрыми друзьями. Даже со сменой людей люди приходят доброжелательные. И отношения в коллективе остаются такое костяковое, хорошее. То есть у нас, видимо, те, кто подтягиваются, подключаются к коллективу ровно в той же степени по общению, по добролюбию, по приятному отношению друг к другу. 30 июля во всем мире отмечается Международный день дружбы. Но, кажется, в коллективе Видное ТВ атмосфера этого праздника царит всегда. Редакторы, корреспонденты, операторы, монтажеры, выпускающие. Всех их объединяет любовь к телевидению. А там, где любовь, там и дружба. Думаю, это очень замечательный праздник, потому что люди должны общаться, должны дружить. То есть это такое, мне кажется, состояние души. В Ньюсруме телеканала находится знаменитая стена памяти сотрудников. Максим Корреспондент сейчас поделится самыми яркими впечатлениями. Такая деталь, обычно они называются такие стены, стенами плача. Да, у нас это стена смеха, как правило. То есть если на самом деле посмотреть, к счастью, у нас на телекомпании любят не только операторы снимать на видео, но и операторы, и журналисты, и все остальные снимают еще и фото. И вот эти фото выкладываются на эту стену. Мы проходим мимо нее, в общем, буквально там по 50, по 100 раз в день, да, гоняя туда-обратно, где-то на монтаж или на запись подводок в студии. И, соответственно, от этого, наверное, настроение и улучшается. Вспоминая, что ты работаешь в большой, классной, дружной телекомпании, в которой всегда есть что вспомнить и всегда есть чем поделиться. Дружеского настроения коллектива «Видное ТВ» хватит на всех наших зрителей. Не зря слоган телеканала «Работаем с вами и для вас». Будьте добрее друг другу, а мы продолжим радовать хорошими новостями. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». Ну что, пойдем дальше работать? Пойдем. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.